Здарова парни! Ну вот это я, тот самый голос за кадром, который последние полгода ведет дневник Мазды 6. А вот она, кстати, моя Мазда. Вы спросите, почему я не помыл машину? Да потому что в этом выпуске я хочу рассказать про ее реальную эксплуатацию, как она выглядит каждый день моими глазами. Поехали! Как я вам уже говорил, это моя первая зима на седании. Первое, на что я обратил внимание, это вот на вот эти наледи, которые появляются в крыльях. Если их вовремя не отбить, как правило, когда температура воздуха меняется, там был, допустим, 0 градусов, это все налетел, вот этот весь мусор, так сказать, снежный. На утро просыпаешься и скаканул температуру минус 10-12, это все превращается в лед. И любой лежачий полицейский или въезд в двор становится или сопровождается неприятным скрежетом. Я думаю, вы наверняка об этом слышали, с этим сталкивались, но для меня это было первый раз. Также обычно все свои автомобили я всегда полностью очищал от снега. Но, почитав ваши комментарии, когда вы обратили мое внимание на то, что лакокрасочное покрытие на данных автомобилях не пользуется своей славой и надежностью, я перестал это делать. Теперь я очищаю только лобовое стекло, заднее стекло и зеркала бокового. И зеркала заднего вида. Все остальное я оставляю как есть. Естественно, погода сейчас последние 3-4 дня очень интенсивно, идет очень много снега. Соответственно, машину я не мою, потому что нет в этом никакого смысла. Помыть машину вчера утром выйдешь, она опять вся в снегу. Поэтому ждем хорошей погоды. Также я обратил внимание, что одним из часто задаваемых вопросов или даже, скажем, проблемкой, с которой сталкиваются владельцы, это запотевание фар. Как передней оптики, так и задней оптики. Я обратил внимание, что после мойки, да, действительно такая проблема иногда присутствует. Но в моем случае она крайне мала. Если запотевание есть, то оно практически незаметно и для меня незначительно. Почему? Потому что помыв машину, утром я могу заметить это запотевание, но в течение дня, ну, сутки, двое после помывки оно проходит. Как попасть в машину, если, например, сел аккумулятор? Наши автомобили обладают бесключевым доступом. Соответственно, здесь личинка осталась сама по себе. Но ключ от этой личинки находится в самом пульте управления. То есть, мы можем открыть машину с кнопки, но если вдруг у вас сел аккумулятор, то вам нужно разобрать сам ключ, и там будет он механический. Ну, вы знаете об этом наверняка, но некоторые люди с этим сталкиваются впервые, и поэтому для них это загадка. Подлокотник. Я неоднократно читал о том, что он якобы шатается, качается, его легко сломать. Давайте посмотрим вместе. Я возьму двумя руками, просто постараюсь слегка пошатать. Я не знаю, как это видно на камере или нет. Панель гуляет совсем слегка, и как бы критических каких-то, чтобы придраться к ней, искать то, что да, она ходит, я лично не могу. Потому что я езжу в машине вот так. Я ее не шатаю, я ее не толкаю. Я не знаю, как это может быть минусом. Да, возможно, изначально, так как машина новая, этого не должно быть. Но если это есть, для меня это не является проблемой. Я думаю, что для вас тоже. Для бытового использования, для повседневной езды, это мелочи. Одной из примечательных фишек данного автомобиля является встречающий свет. Не каждый человек пользуется им, и я даже сначально не знал об этой фишке. Что это такое? Когда мы ставим режим авто на свет на автомобиле и закрываем автомобиль с пульта, ничего не происходит. Но, если мы выйдем из дома и нажмем автомобиль открыть, то у нас загорятся фары. Это очень удобная фишка, если вы находитесь или живете, или оставили машину там, где очень темно. Вышли во двор, нажали на кнопку, ваша машина вас встречает. А вот, парни, источник шума и скрипов в зимнюю, в морозную погоду. Вот они. Вот эти наледи, которые образуются вот здесь, возле багажника. Если мы сейчас откроем крышку, то мы сможем с вами увидеть вот здесь наледи. Вот именно она при езде, при вибрации в салоны и издает противные звуки из области автомобиля сзади. Ну, из багажника и так далее. И точно такие же наледи, которые идут возле окон в прорезиненных местах, это именно они и являются источником неприятного скрипа. Потому что после мойки и в сухую, теплую погоду, когда температура воздуха, ну, хотя бы плюс 5 или даже 0, этих шумов нет. Также я раскладывал полностью задние сидения. Для чего? Я хочу по весне поехать в Европу. Я планирую поехать на данном автомобиле. Маршрут у меня будет примерно Москва, Минск, Варшава, Польша. А дальше как получится. То есть уже будем смотреть по местам, по бюджету и так далее. Подписывайтесь на канал обязательно, и вы увидите все эти путешествия. Чем они будут интересны владельцам Мазды? Мазды, да, тем, что я хочу эту машину загнать в какой-нибудь польский сервис официальный. И сказать то, что вот, пожалуйста, купил машину, посмотреть ее полностью, заплатить деньги за диагностику, и чтобы они все проверили и сказали. Тот же самый автомобиль, что в Европе продается. Или же это какой-то там более плохой, скажем так, экспонат, и к нему есть к чему придраться. Разложив сидение, длина получается примерно 2 метра 20 сантиметров. Это вот отсюда, прямо от самого багажника, закрываем крышку, и до передних сидений. То есть я их задвигаю вперед. Для чего я это говорю? Это для того, что любителям путешествия, это идеальная машина. Здесь ровный пол, можно взять свой матрасик, постелить его, взять свою подушку, простынь, одеяло, и просто устроить неплохой здесь дом в этой машине. Вот, для чего это? Ну, возможно, где-то я там захочу переночевать, то есть мало ли что случится. Конечно, я планирую жить и ночевать в отелях, но, тем не менее, как вариант, эта машина дает такую возможность. Машина 25500 километров пробега. Владею я ей практически год. Пока что никаких она минусов или недовольств мне не принесла. Даже такая зимняя погода на седании у меня проходит просто отлично. Я ни разу пока что на ней нигде не вставал. Я ни разу на ней не буксовал, не попадал ни в какой занос. Я езжу на ней и получаю от нее только удовольствие. Но, если вдруг какие-то нюансы или минусы у нее будут, я, естественно, расскажу вам о них первыми. Также, вы часто спрашиваете меня, что с дисками, что с дисками. Пацаны, ну, с дисками пока просто нет времени доехать до дилера. Потому что то погода была плохая, то были праздники, он не работал. Сам человек, который должен прийти посмотреть колеса. Соответственно, в ближайшее время в любом случае я доеду, потому что это мои диски. Мне полюбаться нужно будет решать этот вопрос. Оставайтесь на канале, и вы узнаете ответ на этот вопрос также первыми. Если вы являетесь владельцем Mazda 6, неважно какого года, 2015 или же более раннего года, предлагаю вам вступить в группу ВКонтакте. Я также состою в этой группе, задаю там свои вопросы, которые интересуют меня. В ней более 5000 человек. Парни там все адекватные, всегда помогут вам дельным и грамотным советом. Ссылка будет в описании. А если вы уже являетесь участником этой группы и подписаны на мой канал, тогда с вас лайк, пацаны. Да и вообще, парни, если говорить более откровенно и проще, меня как будто Тарантино укусил. Мне охота снимать видосы. Я поставил уже стабилизатор, снимаю с камеры, с другой, чтобы картинка была более четкой. Сегодня целый вечер ездил, искал микрофон, чтобы звук был лучше. Соответственно, подписывайтесь, вставайтесь на канале. Будем что-то придумывать. Буду полюбаться его развивать. Полюбаться поеду в Европу, буду снимать качественные видосы, интересные видосы. Они вам наверняка понравятся, потому что в нынешней экономической ситуации слетать куда-нибудь на Мальдивы или еще куда-то уже не вариант. Поэтому полетим и поедем, точнее, на машине в Европу. Все запишем, все расскажем. Сколько стоило доехать по бензину, сколько стоило проживание, сколько стоили различные непредвиденные расходы. Например, платная дорога или еще что-то, виза и так далее. Поэтому все расскажу. Оставайтесь. Я уже начинаю готовиться. И все буду рассказывать именно вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!